Всем добрый день! Как меня слышно, напишите хоть там пару плюсиков, поставьте, если все хорошо. Меня слышно, видно? Окей, замечательно. Всем рада приветствовать сегодня утром. Это замечательный день у нас. Я рада, что люди собрались меня послушать. На самом деле, я очень действительно волнуюсь, потому что это мой первый вебинар на компанию, и это такой новый опыт для меня. И благодарю, конечно, моих спонсоров, которые меня ободрили в том, чтобы принять участие в этом марафоне, и я постараюсь сегодня быть вам полезной. Ну, конечно же, первая благодарность это вообще компании, это то, что компания вошла в мою жизнь, и реально все изменилось, и мне очень прям, ну, даже много чего есть уже сказать за это время. Я постараюсь, конечно, не затягивать, и в то же время я даже думала, успею я сказать, или наоборот, у меня мало будет чего-то, чем поделиться. Благодарю Ларису, которая, Ларису Гукову, которая меня прям вдохновила на этот подвиг, я бы сказала, потому что вот сегодня я очень сильно прям волновалась, и еще никогда. Я даже вот, ну, вот я за последний, наверное, год я так не волновалась, как сегодня. Вот, поэтому, если что, вы меня там простите. У меня есть некий план, по которому я хотела бы сегодня поделиться своим опытом, и это будет мой личный опыт, который, наверное, ну, может быть, он будет с кем-то перекликаться, и, конечно, может быть, я буду кому-то полезной с тем, что я... Спасибо всем за комплименты. Вот. Я сегодня буду делиться тем, что, может быть, вас удивит, потому что мой путь такой достаточно очень неоднозначный, сложный немножечко, для меня даже сложный, я не знаю, со стороны, наверное, тоже. Вот, но, тем не менее, я иду, и я хочу победить, как говорят, да, то есть я буду идти до победы. Вчера Татьяна Семеновна просто зажгла здесь всех своим вот именно таким огнем победным, вот, и я думаю, что мы все победители, и это действительно так. Так, расскажу я, наверное, сначала с того уж начну, как я пришла в компанию. Ну, я пассивный сетевик уже 20 лет, наверное, чуть больше даже, потому что о сетевом бизнесе я слышу уже всю свою жизнь, практически сознательную, где-то с юности, от моей мамы, которая начала заниматься во всемирно известной компании, сетевым бизнесом начала заниматься в Гербалайфе. Для меня тогда это было, ну, очень далеко, я не вникала, как она это делает, что. Ну, я просто знала, что у нас в доме появились такие баночки, коктейли какие-то, еще что-то, вот, что мама ходила куда-то, я, кстати, там, по-моему, даже ни разу, или один раз только была на какой-то презентации, вот, и таким образом потом она, ну, она достаточно там хорошо развивалась, потом перешла в другую компанию, потом в третью, и так я познавала сетевой мир, вот так опосредованно, с помощью моей мамы, и, конечно же, я очень ей благодарна, что она вложила в меня несколько таких истин. Ну, первое, что сетевой продукт – это хороший продукт, неважно, как бы, какая компания, в основном это продукт хороший, но еще особенно, когда моя мама это выбирает, естественно, я ей доверяла, и на протяжении всех лет моей жизни вся моя семья питалась только исключительно продукцией стил-компании, ну, имеется в виду добавки всякие, да, то есть вплоть до поддержания здоровья, если мы заболевали, это всегда были натуральные препараты, вот, соответственно, я еще раз благодарна моей маме за это, потому что благодаря этому у меня, и благодаря Богу, у меня хорошее здоровье, и когда я пришла в нашу компанию, естественно, у меня не было диагнозов, в которых я могла бы сказать, что вот у меня было, и теперь вот я съела продукт, и вот у меня стало. Такого вау-эффекта у меня не было, вот, и, конечно, я в это, это тоже был своего рода такой, ну, сложность некая, потому что многие говорят, вот, пока я на себе не попробую, пока я не получу свой собственный результат, вот, я пока не буду рассказывать, я буду ждать результата. Всегда я говорю тогда в этом случае, что, ну, если бы врачи так делали, им бы пришлось переболеть всеми болезнями в мире, перед тем, как они смогут заниматься врачебной практикой, ну, иначе как они назначат препараты какие-то лечебные. Говорю, мне достаточно результатов людей, с которыми я общаюсь, с которых я видела, которых я знаю, и поэтому для меня бы не было таким, ну, сложностью, то есть я знала, что продукт работает, я видела это, реально видела. Ну, естественно, как бы вот 20 лет я говорила нет. Нет, почему? Меня мама звала во многие компании, причем даже она меня там регистрировала для, наверное, маркетинга, там это нужно было своих изрегистрировать там, и я всегда говорила нет, почему? У меня был аргумент такой, что я не хочу продавать. Наверное, у многих есть такой барьер. И для меня это был не просто барьер, а это был непреодолимый барьер, потому что я по натуре довольно-таки интроверт. Я очень сложно схожусь с людьми, я очень тяжело общалась с людьми, да, тяжело заводила контакты, для меня было вообще непонятно, как это делать вообще, как это происходит у людей, что они такие общительные. Вот, то есть я была полностью посвящена своей семье. Это длилось, наверное, лет 12, как минимум, да. Вот, кстати, я, да, забыла сказать, забыла представить, что я в компании уже два года, да, я как бы от волнения, да, давайте немножко вернусь. В компании я уже два года, и мне посчастливилось прийти прямо перед пятилетием компании, прямо вот в ноябре. Вот, и я потом покажу, что я была как бы на пятилетии компании, что меня очень вдохновило, покажу фотографии некоторые. Вот, и вот то, что я, конечно, пришла в компанию, это на самом деле большая заслуга и моей мамы, и того, что при компании нам предлагает. Потому что когда я пришла на презентацию, я была, как бы у меня щелкнула первая мысль, когда я услышала, что здесь не надо продавать. Презентацию проводила Лариса Гукова, я помню это, как сейчас, я села на первый ряд, сложила вот так руки, мне еще сказала, ну, как бы надо раскрыться. Вот, естественно, как бы мне это не очень нравилось, то есть, что мне указывает, что мне делать, как бы, но тем не менее я послушалась, я сидела, слушала. И когда человек сказал, что, ну, за полтора года припаде в компании, она не продала ни одной коробочки, меня это как бы очень удивило и порадовало. И второй момент, который меня привлек в компании, это именно продукт. Потому что он настолько уникальный, настолько необычный, настолько, ну, просто, я не знаю, даже не сравнить ни с чем реально. И я подумала, что это действительно тот продукт, с которым мне будет интересно работать. Я не скажу, что легко, наверное, это нигде легко не бывает, с каждым продуктом нужно действительно знать его и уметь его презентовать. Но именно то, что нельзя, не нужно его сравнивать ни с чем, что вот не надо говорить, почему мой крем более кремообразный, чем 25, там, или 30 видов других, а может даже 100 этих кремов, не знаю сколько, тысячи видов, да. Вот, почему именно мой крем надо купить, почему именно с моим кремом нужно работать, да. Или там те же БАДы какие-то, да. То есть для меня это было очень важно, очень важно, что продукт необычный. И вот эти два момента, что не надо продавать его, и что он такой необычный, интересный, вот это меня, конечно, привлекло. Ну, интересный такой опыт был на этой же первой презентации, когда я пришла. Кстати, пригласил меня Петр Савельев, и он как бы меня пригласил каким образом? Вот, кстати, к теме о приглашениях. Есть люди, которых нужно просто вот так капать, добивать, добивать, но разумно. То есть он где-то раз в неделю, раз в две недели мне звонил и предлагал, ну, пойдем, куда. Он не говорил, куда, он говорил, там так интересно, там такая компания, там так классно, там вообще ты вот увидишь, ты посмотришь, там так здорово. Это все, что он говорил, ничего больше. И так продолжалось 4 месяца. То есть он упорно мне звонил. Поэтому если у вас есть люди, которые вам не отказывают, а которые просто говорят, ну, не сейчас, ну, или вообще я не хочу, ну, или как бы это не мое, там, пока я вот, ну, не готов, там, ну, многие такие аргументы, просто пометьте себе, перезвоните через какое-то время еще. И если человек опять поднимает трубку и отвечает, перезвоните еще, потому что это шанс для этого человека. И вы должны это понимать, что мы даем человеку возможность. И пока он ее вроде как и не отвергает, и не принимает, мы должны в него стучаться до конца. Поэтому вот благодарю Петра, что он достучался. В итоге он, конечно, я согласилась, но я взяла с собой маму в качестве эксперта. Говорю, пойдем вместе посмотрим, меня куда-то зовут. Куда-то меня зовут. Давай пойдешь, послушаешь тоже, значит, я же не опытная, а у тебя опыт. И вот мы вдвоем пришли. И на этой первой презентации в конце пришла наша замечательная Евгения Новикова. Ну, помимо того, что, конечно, в тот раз презентация была огромное количество людей, было зал был полный, она была где-то около часа, может, даже чуть больше. Естественно, уже информации было очень много. И тут, когда Евгения начала выступать со своим вот этим вот зарядом, с огнем и с кружочками знаменитыми, у нас уже все, как бы, переполнение произошло. Я поняла, что, когда она начала говорить там, ну, возьмете вот здесь вот там 150 тысяч, сюда еще 150, а вот здесь у вас будет тоже 100 по 150, и здесь вот так вот, у вас будет миллион, там миллион, здесь миллион. Я начала оперировать вот этими миллионами. Я поняла, что это уже что-то слишком, короче, не для меня, совсем у меня мозг не вмещает такие даже цифры, вот, такие нули. И мы просто встали и вышли. И вот здесь, конечно, большая благодарность моему вышестоящему спонсору Надежде Охотник, которая вышла вместе с нами в коридор. Петр вышел, я вышла, мама моя. И таким образом, как бы, они с нами поговорили, что, как, где, поскольку мама очень спешила уже, я тоже, как бы, не могла, как бы, без нее остаться. И вот, знаете, вот насколько бывают разные приходы в компании, вот такого, как у нас, наверное, не было. Я совершенно не знала Надю, я совершенно не знала Петра, то есть я с ним виделась, это мой холодный, в смысле я для него холодный контакт, то есть вообще не знали людей, и когда они начали спрашивать, ну что, может, будем тогда как-то решение примите, будете партнером, или как-то мне там нас спросили, мама говорит, ну что, ну давай что ли попробуем продукт, у тебя деньги есть? Я говорю, ну, пять тысяч есть она, ну и у меня пять. В итоге мы скинулись пополам, отдали просто деньги живые, Надя Охотник, она подошла на склад, выдали нам продукт, мы еще не зарегистрировали, просто вот на тот момент вот так было, случилось, вот я не знаю, как это. И все, и мы ушли с продуктом, без денег ушли домой. У кого-нибудь была такая ситуация, нет? Когда без регистрации, деньги взяли, продукт получили и ушли. И вообще чужие люди, то есть мы даже, я не знала, вот Надю первый раз видела там, именно в офисе. Это такая была просто, ну, я сейчас анализирую, то есть я просто считаю, что это действительно, ну, просто было дано мне свыше, потому что я, до того, как я пришла в компанию, я реально помолилась, потому что я верующий человек, я помолилась об изменениях в жизни. Я реально попросила у Бога какой-то новизны, чего-то нового. Я говорю, я хочу другого. Буквально через неделю я соглашаюсь на вот эту встречу. Это прошло буквально через неделю после этой молитвы. И вот так случилось, что я просто вот, мы ушли, потом по интернету там давала свои данные для регистрации там и прочее. По-моему, так было. И в итоге я стала вот так вот партнером. То есть я даже не поняла до конца, что это. Но я поняла одно, продавать не надо, и продукт классный. Потому что на презентации рассказывали о результатах. И мне это очень впечатлило. Естественно, я дальше, после этого я осознала, куда я попала, да, то есть я все-таки подписалась сознательно в сетевую компанию. И после этого я, естественно, начала думать вообще, что дальше-то делать. Конечно, первый раз, когда я шла по дороге от метро к офису, для меня было странно. Я иду одна. Иду куда-то, на какую-то встречу, какой-то там тренинг будет. Ну, объявили там, было заявление. Вот. То есть для меня это было вообще все новое. Все новое. То есть я никогда, никогда этим не занималась. Поэтому, когда вам говорят люди, что это не мое, или еще что-то, да, не верьте. Все в жизни меняется. И люди, они меняют свои взгляды, меняются их желания, их как бы устремления. Вот. И, естественно, прошло буквально немного. Говорят, что есть такое событие, будет пятилетие компании. Но для меня, что пятилетие, что десятилетие, что семилетие, для меня было все равно, потому что это было вообще, для меня ничего не понятно было. Вот. Но я поняла, что там будет очень интересно. То есть был хороший промоушен, интересный. То есть я, в буквальном смысле, заинтересовалась, и решила, туда надо обязательно сходить. Вот. Ну и, вот, как бы, чем это кончилось. То есть я из команды, лидеровый пех, будет там такое красивое место для фото, фото зона была. Конечно, событие было нереально крутым. Это было как и концерт, и в то же время, это было много признания, это было множество каких-то шоу, каких-то спецэффектов. Это было очень красиво, на таком уровне, на котором даже я не могу представить. Вот сейчас я сколько уже, изучаю много компаний, тоже, ну как изучаю, ну, параллельно, да, мне приходят разные предложения, или кто-то говорит, что они в какой-то компании. Я смотрю, что ни у кого в компаниях нет таких событий. может быть, я их не нахожу, конечно, но даже если они есть, но они, ну как-то, они на том уровне, они не на том уровне, как у нас проходят. У нас все настолько красиво, настолько интересно, настолько вовлекающе, вот, что оно просто завлекает, и хочется продолжать дальше, двигаться. Вот. И мы были на этом пятилетии с моей дочкой, которая очень любит нашу компанию, обожает наши конфетки. Один вот из результатов, одни из результатов, которые я получаю, это вот как раз по детям, потому что я даю граже, именно, ну, часто, когда идут какие-то признаки заболевания. Для меня Мелс, это самый любимый мой продукт, он дает очень хорошие результаты именно при каких-то вирусных заболеваниях. И вот буквально несколько дней назад, может, даже так, 4-5 назад, у меня, сейчас ей уже 5 лет, вот, до этого, вот, когда на этой фотографии ей 3 годика было, она была счастлива, и долго-долго, наверное, года полтора напомнила про это событие, и все время говорила, мама, пойдем на ИПЛ. Вот. И, значит, я, когда она пришла ко мне в 4 утра и говорит, мама, у меня болит горлышко, было без 24, я смотрю на часы, думаю, надо что-то ей дать, да, она пришла ко мне. Я ей даю сначала Альт одну, потому что она кашляет, у нее горло болит, вот, даю ей Альт, даю водичку Альт, и кладу ее спать, кладу рядышком еще Гроу, витаминочку, утром она ее сама рассасывает еще Гроу, и к 10 утра она мне сообщает, что у нее горло уже не болит. А вечером у меня была встреча с партнером, презентация, я понимаю, что мне ребенка не с кем оставить, надо ее с собой взять, если она заболеет, то это все, это финиш. И поэтому я ей, значит, целый день еще в течение дня давала там несколько дрожжей каких-то, стоп тот же, еще раз смылся несколько. В итоге за 2-3 дня у нас прошло все, то есть у нас даже ничего не началось, то есть закончилось, не успев начаться. И таких результатов, вот промежуточных, я бы сказала, у нас очень много, и с моей дочкой, старшей, у которой аллергия очень такая, достаточно сильная, я очень много, ну, часто рассказываю эту историю, когда у нее отекает губа, когда она съедает какой-то химический продукт, это может быть кетчуп, это может быть, ну, даже вот на обычные несезонные фрукты я ей запрещаю, есть, говорю, не надо, потому что там, говорю, химия сплошная, пользы нет. И вот она со школы, это ей уже 17 лет было, приходит ко мне с такой вот этой губой опухшей, это как будто, ну, предотек к венке, то есть дальше идет уже, пошло бы вниз, ну, отек на горло мог пойти, вот, поэтому я говорю, слушай, что ела? Она говорит, ну, грушу съела. Я говорю, я же тебе не говорила, не ешь, ну, и что, говорю, даже с корочкой она, ну, у меня же не было ножа. Я, понятно, говорю, то есть, ну, такая ситуация безвыходная, надо было все съесть. Ну, дала я ей Альт, дала я ей Мэлс, по-моему, или один, или два, буквально за час отек сошел, то есть это очень быстрый результат, без химии, без всяких нестатиновых, других антигистаминных препаратов, то есть у нас вот такой результат был с моей старшей дочкой. Ну, то есть вот такие у меня промежуточные результаты, которые в течение вот жизни, как бы вот в ИПЛ у меня происходят, да. А что я хочу сказать дальше? Ну, вот попала я, конечно, в компанию, вот такая вот я вся интроверт, со страхами, с большими комплексами, с тем, что у меня непонятно вообще, как двигаться в этом бизнесе, потому что я понимаю, что я никогда этим не занималась, и здесь я начала изучать саму индустрию, и поэтому для меня это очень важно, я увидела масштаб индустрии, то есть эта компания хорошая, классная, да, это хорошо, вот, но я увидела, сколько много дает сама индустрия, увидела, каким образом, я пошла в интернет, и попала на обучение к Артему Нестеренко, и это был особенный этап в моем сетевой, моей сетевой жизни, сейчас я вам покажу, чем это закончилось, и благодаря этому у меня сейчас есть, благодаря вот этому опыту, у меня сейчас есть партнер в Америке, с которым мы познакомились именно тоже на этом тренинге, на этом обучении, значит, что там предлагалось, там просто он говорил, как мотивационный спикер для всех сетевиков, обучал, как вести бизнес, как двигаться в этом, как правильно, как бы развиваться, и что самое главное, за что я ему очень благодарна, он ломал наши барьеры и стереотипы, каким образом, у него был марафон, марафон чемпионат мира по бизнесу назывался, в котором участвовало 4000 с лишним человек, огромное количество людей, все верились на команды, прям в интернете, у нас были группы, то есть это все настолько было грамотно, очень интересно организовано, и там были разные задания, задания были именно на то, вот что мне нужно было, почему я и пошла, это был осознанный шаг, потому что я понимала, что без вот того, чтобы изменить себя, изменить свои внутренние установки, убрать барьеры, как раз расширить границы, да, то есть я не смогу двигаться в этом бизнесе, потому что это бизнес коммуникации, а у меня была проблема в этом, огромная проблема, и там были разные задания, я сейчас вот покажу фотографию одну, может быть когда-нибудь потом еще буду делиться, но это такое самое яркое, самое яркое у меня впечатление от этого чемпионата мира по бизнесу было, где нужно было подарить людям радость, подарить людям на улице, незнакомым людям, подарить им радость, и в буквальном смысле нужно было переступить через вот это понимание, что на тебя все смотрят, как о тебе люди подумают, вот это очень большой барьер у многих, наверное, партнеров, если у вас было такое, можете поставить плюсики, потому что понимание того, вот что обо мне скажут, что обо мне подумают, это очень большое вот препятствие, вот реально большое препятствие, потому что это тормозит и в звонках, это тормозит и в общении, это тормозит вообще во всем, буквально ты выходишь на улицу, тебе кажется, на тебя все смотрят, ты у кого-то что-то спросила, и тебе кажется, что человек подумал не только то, что ты спросила, а еще кучу там дополнительно, додумал чего-то, и вдруг, хотя это совершенно незнакомый человек может быть, у меня с детства это была проблема, в буквальном смысле, я боялась подойти даже на улицу время у людей спросить, вот настолько это был страх, и не знаю откуда, может быть, когда-нибудь я об этом покопаюсь, вот, хотя я росла в очень-очень-очень благополучной семье, меня обожали, я была единственная девочка вообще на весь род, везде мальчики были, у всех рождались, и я девочка, вот, и меня любили все, то есть я вот была избалована этой любовью, я не знаю, может это как раз вот в этом есть какая-то ответ, но тем не менее, страх общения у меня всегда был, и вот я его пошла ломать, значит, нужно было что сделать, нужно было одеться в какую-то необычную одежду, значит, как он сказал, нам нужно взять штаны, вывернуть наизнанку, одеть их, потом, значит, надо было одеть сапоги разного вида, парик какой-нибудь, может быть, если у кого есть, может какие-то бантики залезать, ну, в общем, короче, выглядеть как можно более необычно, и абсурдно, я не знаю, как-то так, чтобы привлекать внимание как раз к себе, вы даже не представляете, что для меня это значило, вот, я не знаю, я очень много времени этому посвящаю сейчас, да, но вот эти вот барьеры, короче, их надо ломать, вот реально нужно ломать, вот, и я что сделала, я, конечно, не могу подвести команду, там настолько был командный дух вот этот, да, что я не мог, надо было выложить фото, видеоотчет, то есть нельзя было просто сказать, да, да, я сделал это, да, а вот именно фото, видеоотчет того, что ты действительно прошел это, ты вышел на улицу, ты сделал это, ну, вот, смотрите, чем это закончилось, то есть я реально вырядилась вот так, я вышла на улицу, дочка меня снимала, единственная, кто знал об этом моей семье, это моя дочка, вот, нужно было повесить 10 объявлений, по домам, ну, где угодно в городе, вот, повесить 10 объявлений, придумали мы, что это день обнимашек, вот, и нужно было просто вот эти 10 объявлений повесить, и каждое сфотографировать, то есть это обязательно, нужно было фотоотчет сделать, и вот в такой вот виде нужно было ходить по городу, вот, можете себе представить, что это для меня, как бы, вообще значило, когда я вообще, ну, не то, что там, я в обычной одежде, ну, смущаюсь там, да, тут надо было вот так выглядеть, вот, я, конечно, не совсем, вот, ну, я видела фотографии, люди там совсем, не знаю, очень сильно изменяли свою внешность, да, у меня получилось так, что я никого, слава богу, не встретила, знакомых во время этого, но тем не менее, для меня это было показателем, да, то есть вот у нас такое было объявление, вот, это я такое вешала, людей были разные, как бы это нужно было, ну, придумывать свое, вот, и для меня это было показателем, потому что она была после этого, не просто от фото отчета, а еще написать осознание, что ты осознал, так вот, осознала я то, что людям буквально все равно, как вы выглядите, людям абсолютно все равно, я порой шла вот по улице, да, вот я шла, я наблюдала, некоторые юных инструменты, несмотря на то, что у меня вот это вот, оранжевые волосы были, это же бросается в глаза, была зима, на фоне серости, это ярко, люди вообще даже не обращали внимания, они шли в своих мыслях, им было все равно, поэтому, прошу вас, просто подумайте, что для вас важно, важно ли ваше мнение вам, вот этих людей посторонних, либо вам важна ваша цель, для чего вы в этом бизнесе, для чего вы пришли в компанию, что вы хотите вообще получить, и для меня вот это вот, парафон этот был огромной помощью, в преодолении вот этих барьеров, вот, потому что это было, ну, реально очень, очень прям вот, меня помогло преодолевать это все, и вот там много было таких заданий, прям, ну, серьезно, серьезно ломали все барьеры и стереотипы, вот, поэтому, так что дерзайте, если у вас есть такое желание, просто попробуйте даже, это можно сделать самому, взять и пойти на улицу, пойти сказать, вот, посмотреть на реакцию людей, я вам обещаю, никто не, ну, кто-то улыбнется, потому что это, ну, действительно интересно, да, какое-то, а кто-то и большинство, 99% людей даже не обратят внимания, и поэтому, когда вы думаете, что кто-то о вас там подумает, и что подумает, не переживайте, вообще это не важно, вот, следующее, что меня еще удержало в компании, да, то есть, вот этот первый год для меня был очень тяжелым, я бы сказала, что это было мое, вот именно преодоление моих внутренних барьеров, ломка стереотипов, и очередная благодарность хотела выразить вот сейчас Ларисе Гуковой, я не знаю, много раз она, конечно, всего говорила, и со сцены, и везде, но вот эти слова мне просто врезались в память, эта ситуация, когда где-то тогда вот на складе когда-то еще, я там ставила, получала продукт, она заходит и говорит мне такую фразу, Лена, не уходи, ты так много знаешь уже, и вот это для меня было каком-то тоже вот таким толчком, что ли, или не знаю, как это назвать, то есть это, это то, что действительно я задумалась, действительно я поделала такой путь, я уже столько много, это было уже где-то, ну почти где-то около года, я в компании была, может чуть меньше, и я говорю, думаю, да, конечно, говорю, я много знаю, и толку, да, то есть, ну на тот момент у меня были уже, конечно, и партнеры были, вот, ну вот я сейчас расскажу вам, как я приглашала, значит, первым, конечно, партнером у меня была моя мама, которая подписалась где-то через месяц, так, после меня, я, конечно же, пять тысяч свои, которые я должна была, свой аккаунт я ей отдала, она подписалась сама потом, и что мы сделали с ней, то есть, я-то понимаю, что я здесь, как бы, ну она же эксперта, я там кто, я, естественно, больше склонялась на ее мнение, я слушала, как бы, как вообще человек реагирует, и нас подключили к чату по результатам, и вы представьте, целый год, практически целый год, мы с мамой сидели и изучали результаты, поэтому сейчас, вот когда люди говорят мне, что, ну, мне нужно, как бы, удостовериться, удостовериться, да, в том, что продукт работает, я всегда очень к этому, ну, скептически отношусь, потому что, либо человек, ну, просто не пройдет этот путь, да, уйдет раньше, потому что он зациклен на продукте, он не видит, что результатов-то и так много, компания семь лет бы не просуществовала, если бы не было результата, и вот год целый, мы наблюдали, наблюдали очень досконально, вплоть до того, что я отслеживала, как начался у человека процесс, как он продолжался, как закончился, смотрела на рецидивы, еще на что-то, для меня вот было важно, чтобы не было побочных эффектов, или там возврата к прошлому, не было жалоб, то есть в интернете, ну, в чате же можно написать, какие-то отрицательные отзывы, и я за целый год, вот честно, пред вами говорю, в чате я Лолиту Третьяков, по результатам, благодарю Лолиту за ее труд, за то, что она действительно создала этот чат, и поддерживает его, спасибо большое, многим этот чат очень помогает, это действительно большая работа, большое благословение, для всей команды, для всей компании, и вот проходит, я понимаю, действительно люди получают результаты, за год вернее практически, я видела только три отзыва, которые были отрицательные, в плане отсутствия результата, ну, слава богу, что не стало хуже, говорят, что наши врачи, которые лечат, да, они бывают, дают какие-то лекарства, от них хуже становится, и люди все равно их едят, вот что меня удивляет-то, здесь я понимаю так, что, нет результата, это значит есть причина, либо человек не доел продукт, либо он его мало кушал, то есть, либо по времени, либо по количеству, то есть, какая-то есть причина, человек просто, может быть, не дождался этого результата, вот, и поэтому я поняла, с таким продуктом можно работать, более того, я приняла для себя решение, что я буду давать людям шанс, потому что те результаты, которые я видела, это действительно возможность, последняя порой для людей, получить здоровье, и даже порой жизнь, и поэтому я говорю, для себя сказала, я дам людям этот шанс, если они возьмут его, получат результат, я буду только благодарна, вообще Богу, за этот продукт, и за эту компанию, и за то, что я могла поучаствовать в жизни людей, вот, поэтому, помимо этого, я заметила вторую вещь, что люди, которые пришли после меня, стали уже впереди меня по финансам, то есть, они стали зарабатывать деньги, и я думаю, интересно, я тут сижу, наблюдатель, да, то есть, ну, я делала какие-то действия, я не говорю, что я совсем ничего не делала, за это время у меня появилось несколько партнеров, может человек 8-10, но, вот здесь очень важная вещь, которую я тоже очень хотела бы, чтобы вы запомнили, я не знаю, как это работает, вообще не знаю, как это работает, но оно работает, как вы нацелите свой мозг, как вы спланируете, вот, видение свое, как, куда направлять вашу энергию, так оно и будет, то есть, например, я решила, я буду помогать людям по здоровью, и у меня все пришли на продукт, а люди, которые приходят на продукт, с ними бизнес не сделаешь, то есть, это просто люди, которые пришли покушать продукт, и вот поэтому, как бы, особо доходов у меня не было, у меня были просто люди, которые кушали продукт и получали результаты, все, и вот потом, я подумала, надо, как бы, заняться бизнесом, это вот, очень яркий у меня такой пример, как только я так решила, и действительно, я приняла это решение, у меня на какой-то момент остановился поток людей, вот прям, реально такая пауза произошла, может быть, с месяц, потому что я решила приглашать на бизнес, я решила приглашать людей на то, чтобы они зарабатывали деньги, а продукт они и так получат, результат они и так получат, потому что у них будет продукт, они будут его есть, они получат результат, и такой был интересный, тоже информация была, что когда президент делал анализ РЦО, это где-то я слышала, то те РЦО, которые занимаются именно всякой диагностикой, то есть вот именно лечением, у них товарообороты гораздо меньше, чем те, которые занимаются бизнесом, но по количеству результатов, там превосходит даже, потому что там количество людей больше, которые работают и которые пользуются продуктом, в итоге получается, что если мы будем приглашать людей на бизнес, они по-любому поправят свое здоровье, по-любому получат результаты по продукту, но при этом они еще полежат свой кошелек, как говорит Женя Новикова, то есть это сразу двух зайцев убиваем, а там только одного, поэтому я переключилась, и думаю, буду сейчас приглашать на бизнес, но тут конечно у меня, опять-таки я скажу, что весь свой бизнес практически я делала одна, почему? По многим причинам вышло так, что моих спонсоров со мной не было, по некоторым причинам, да, и я была практически одна, единственная за счет чего я выжила, это школы в нашем офисе. Огромная благодарность Ларисе Гуковой в очередной раз, потому что она в тот период огромные силы прикладывала к тому, чтобы развивать Москву, развивать именно людей, которые в Москве, Московской области, она проводила очень много встреч и тренингов, и вот это то, что меня поддерживало. Я выделила себе субботу, всей своей семье я сказала, это мой рабочий день, я ухожу, я развиваюсь, я узнаю о бизнесе. Этот день был как бы, ну вот просто отделен для бизнеса, все, суббота. И каждую субботу, без исключений практически, то есть за таким исключением, я посещала тренинги на целый день, то есть сначала у нас была ОСП, потом презентация, и потом тренинг для Даймонда. Вот эти все три мероприятия я проходила каждый, каждую, каждую субботу. Это огромная, огромная помощь была для меня, потому что, когда у вас нету спонсора, то я просто настоятельно вам рекомендую, советую пользоваться теми, обучающими материалами, которые предоставляет наша компания. Это онлайн мероприятия, это вебинары, вот такие, как сейчас, которые мы проводим, это просто мега помощь для людей, которые хотят приглашать в бизнес, они учатся, да. Это школы в ваших РЦО или в ваших представительствах. Не важно, где ваш спонсор, это ваш бизнес, это то, что должны сделать вы. Создавайте свои исходящие потоки, как меня научили, и я сейчас этому учу своих тоже партнеров, что это ваш бизнес. Если я как спонсор куда-то делась, если я куда-то, ну не знаю, ну не захотела больше заниматься этим бизнесом, это не значит, что вся моя команда должна сделать то же самое. Каждый решает за себя, каждый принимает решение здесь сам, двигаться или нет. Поэтому я приняла двигаться в решение, да, и поэтому я сказала, не важно, что у меня нет спонсора одного, нет второго, нет третьего, да, у меня есть четвертый, даже пятый, я бы сказала, да, наверное, я в пятом поколении у Ларисы Гуковой, вот, и я думаю, ну буду я, значит, тогда приклеиваться к Ларисе по возможности, как можно больше, и вот здесь произошло как бы такое чудо. В очередной раз я, как сказала, я очень сильно была вообще вот уже, ну, как сказать, даун, да, внизу же, да, то есть я, не знаю, уже думала, наверное, уже все, ну, не получается ничего, вот, и тут у нас был промоушен на круиз в декабре, вот, и я, значит, разговариваю с Ларисой, она говорит, ну, у тебя есть кто-то там, люди, я говорю, ну, да, вот, есть у меня партнеры, вот, какие-то, да, она говорит, давай я поговорю с ними, ну, давай, ну, вы знаете, что Лариса может смотивировать все, что шевелится, таким образом у меня появился первый человек, который пришел именно вот на командную работу, это моя Ирочка Терехова, которая действительно захотела здесь построить бизнес, но с ней вообще особая история, она пришла, таким образом, все я рассказывала о продукте, я рассказывала, опять-таки, это был период, когда я говорила еще о продукте, и она говорит, я хочу попробовать продукт, и, да, пятая Лариса, вот, и я ей, значит, рассказывала, но я не настаивала, потом она мне звонит, говорит, ну, давай, говорит, я все-таки подпишусь, я хочу, как бы попробовать, у меня есть проблемы по здоровью, давай я, как бы, попробую продукт, но я работать не буду, вообще-вообще не буду, говорит, я хочу только продукт, ну, как у меня в голове было на тот момент, вот такие люди ко мне и приходили, вот, она пришла на продукт, и я думаю, куда ее поставить, в какую ветку, думаю, в спонсорскую, не в спонсорскую, ну, человек не хочет работать, поставлю я ее влево, ой, вправо, да, получается, вправо, не в спонсорскую, и вот она 4 месяца ела продукт, 4 месяца человек честно выполнял свое слово, что она работать не хочет, и получила результаты хорошие по здоровью, когда-нибудь она, может, сама об этом расскажет, потому что она действительно очень хороший партнер, я думаю, что она вырастет большого лидера, у нее большой потенциал, я очень рада, что мы с ней вместе работаем, вот, и, значит, через 4 месяца она мне говорит, Лен, звонит мне и говорит, Лен, знаешь, говорит, ну, все-таки я, наверное, хочу поработать в бизнесе, заняться, давай-ка ты, говорит, будешь со мной вместе, ну, помогать мне, это было после того, как я изменила свой настрой, вот, ума, да, то есть я изменила, вот, и ко мне стали приходить люди в бизнес, и вот она как раз, Лариса поговорила с Ирой, Ира приняла решение поучаствовать в промоушене на круиз, и у меня появились, вот именно появился первый партнер именно по бизнесу, такой вот прям настоящий, то есть тогда приходили люди, как бы в бизнес тоже были два человека там, да, но они не работали, то есть они пришли, ушли как-то так вот, неактивные были, но здесь человек изъявил конкретное, такое явное желание поработать, и, значит, вот первый человек, для меня это было просто вот, ну, как солнце из-за туч вышло, в буквальном смысле, и после этого у меня начался вот такой вот постепенный рост, я не скажу, что у меня прям мощное, что-то развивается прям активно, что-то прям так вот с большими товарооборотами, но я двигаюсь в своем темпе, как могу, я стараюсь делать максимально, что от меня зависит. Второй, значит, кто у меня, я хотела еще, да, поговорить вот о типах людей, которые приходят, человек, у меня есть одна женщина, она два года в компании подписана уже, это одна из первых моих людей, это же буквально, наверное, первая, после мамы, наверное, это была вторая женщина, очень близкая моя, знакомая, она до сих пор в компании, она практически каждый месяц покупает продукт, это просто человек пришел на продукт, и на два года уже в компании, ни одного человека не пригласила, она немножко хочет, немножко хочет, но не настолько, чтобы заняться, да, вот прям конкретно вплотную, даже у нее в последнее время появляются мысли, да, надо, Лена, нам с тобой, наверное, сесть и попытаться позвонить людям, пригласить, вот, ну вот, она есть продукт, у нее хороший результат, по женским проблемам, то есть у нее хороший результат, и она сама как бы знает, что продукт работает, но вот у нее вот эти самые барьеры, и я так скажу, даже больше, наверное, вот эти те же проблемы, что были у меня, когда, а что обо мне подумают люди, это очень важный, как бы такой серьезный барьер, прям серьезный очень, вот, потом, значит, у меня пришел человек на лечение конкретно, то есть это все вот был период, когда я занималась лечением, вот, и эти продуктовые люди, они действительно с ними, ну, бизнес не построишь, я это поняла, достаточно поздно, может быть, но тем не менее, поняла, потом есть люди, которые приходят на тусовку, в буквальном смысле, у меня есть женщина, которая в неближность Болгарии, у нее есть две квартиры, здесь, в России, в принципе, она на пенсии, у нее есть хорошая пенсия, ну, как бы, ну, она не нуждается в деньгах, она пришла на продукт, опять-таки, для своей мамы, получили хороший результат по сахарному диабету, по продукту, на продукте, и ей нужно просто общение, и она ко мне как-то пришла, говорит, ну, слушай, когда у вас там еще будет следующая поездка, я бы, наверное, смогла, хотела съездить, и здесь я признаюсь, конечно, это было, как бы, так сказать, показатель, показатель сейчас будет, то, что я скажу, для тех, кто думает, посещать мероприятие или не посещать компании, я только что вернулась из Америки, куда мы съездили с Ларисой Гуковой по бизнесу, и у нас была поездка в Турцию потом, да, и она мне спрашивает, если это было уже после поездки в Турцию, должна быть, поездка была на Иссыкуль, а я не могу ехать туда, то есть я не собиралась, а она мне говорит, ну, ты едешь, я говорю, нет, и вот действительно важно посещать все мероприятия компании, если бы я поехала, я думаю, что она бы тоже поехала, потому что она говорит, что ей просто хочется вот общения, смены обстановки, но поскольку одна она не хотела ехать, а она больше никого не знала, то естественно она не поехала, вот так, может быть, я и потеряла своего еще одного партнера, вот, ну и теперь самое главное, произошло после того, как, значит, я, говорю, приняла решение двигаться в бизнесе, следующее событие было очень важным для меня, это поездка в Америку с моим вышестоящим спонсором, с Торицей Гуковой, мы с ней съездили на буквально несколько дней, я бы сказала, провели замечательное время, для меня это было огромной школой для вообще понимания, как двигаться, вообще двигаться в бизнесе, как развивать команду, как проводить встречи, как с людьми общаться, то есть это вот я вот сейчас, и я вот там, это совсем разные вообще люди, абсолютно, то есть после этой поездки я приехала в другая, хотя сама этого буквально не ощутила до моей второй поездки, вот, у нас были вот такие вот встречи в кафе, где мы проводили презентации, приходили люди, приходила Люси, которая развивает там в Америке первый партнер, она в Америке вообще нашей компании, она огромная, молодец, просто я очень благодарна ей, потому что она, после того, как мы уехали, она поддерживала моих партнеров, которые подписались, они новички, ничего не понимали, она поддерживала их проведение мероприятий, именно презентации, вот, то есть ее команда приезжала, и она сама, то есть это вообще ей огромная, особенно отдельная благодарность, такие вот встречи мы проводили, вот, вот это уже фотография с моим партнером, это я, она со своим мальчиком, вот они слева стоят, сейчас мы с ней тоже очень так плотненько работаем, она приглашает людей, развивает тоже бизнес, хотя это моя вторая линия, будем говорить так, да, очень важная вещь, вот здесь была, когда моя партнера Надя, Лариса давала личный тренинг, я сидела рядом и просто вот наблюдала, во-первых, как это все делается, да, как это происходит, и думала, понимает ли Надя, вообще уровня лидер, с ней сейчас беседует, тет-а-тет, вот наша команда, я думаю, вы знаете, кто такая Лариса и как она работает, да, и что означает тренинг один на один с Ларисой, и вот Надя его получила, вот это мой партнер, нет, не мой, это партнером Иры Тереховой, да, и как бы моя вторая линия, но как бы это моя команда, да, то есть человек сидит, слушает, и вот она настолько еще даже, наверное, не осознает вообще, что ей, какое вообще выпало счастье даже, да, просто услышать вещи, которые люди другие порой годами хотят услышать, да, или может быть многие, многое время, да, чтобы им лично кто-то вот так с ними поработал. Самое интересное, сейчас я вам покажу очень интересную вещь, мы же сегодня о приглашениях, да, там сидит девочка, вот сейчас она вам, я вам поставлю видео, где она будет приглашать, потому что вот Надя, она очень боится приглашать, она может презентацию провести, вот не представляете, она очень классно, Надя вообще, подписались они прям, вообще, ну спонтанно, я бы сказала, то есть они прослушали презентацию, которую проводила Лариса, вот там вот в кафе, и буквально еще не доехав до дома, они звонят и говорят, можно мы зарегистрируемся? Я говорю, ну да, мы можем заплатить наличными? Я говорю, Лариса спрашиваю, они хотят заплатить наличные, я говорю, а какой пакет? Я говорю, а какой пакет? Ну как, максимальный, и люди подписались на максимальный пакет, сразу они зашли, как супружеская пара, как бы на семейный контракт, на максимальный пакет, и они хотят развивать бизнес, и вот после этого мы с ними, как бы уже потом встречались отдельно, вот у нее дома, но самое интересное, вот как приглашает ее дочка, это просто нечто, ей 10 лет, вот поверьте, 10 лет ребенок приглашают в бизнес. Сейчас я вам поставлю это видео, послушайте. Здравствуйте, дитя Надя, это вам Евелина Хащик звонит. Как дела у вас? У нас тоже все хорошо, у вас есть минуточка? Я хочу вас пригласить, я хочу вас завтра к нам пригласить в гости, к нам приехали одна тетя с Россией, она поделится очень интересной информацией, думаю, вам понравится. Вы сможете завтра на 6.30 подъехать? Да. Окей, ну можно что пораньше, чтобы мы знали, чтобы вы все будете? Окей, хорошо. Про что? Ну, я не хочу очень говорить, но вам понравится. Это про здоровье, что как улучшить может ваше здоровье, поддержать ваше здоровье. Да. Чес. Чес. Тут немножко не слышно, но она там ей хорошие вещи говорит, приятные. Окей, ну дайте нам знать. Хорошо. До свидания. Будем ждать вас. Казалось, что это ее любимая тема? Да, я не поняла. Я не поняла ее. Она говорит, это ее очень любимая тема, я хочу послушать, но если время будет, она позвонит завтра, утром. Ну, в общем, вот такое было приглашение. Конечно, это не, ну, как сказать, не то, на что нужно ориентироваться в буквальном смысле, но на ее приглашение реально приходят люди на презентацию. Девочка, прям ее хлебом не корми, дай позвонить. Мама, дай мне позвонить. Вы знаете, кто говорит, как заставить ребенку уроки делать? Вот у них так, Авелина, ты уроки сделала? Так, иди сделай, потом будешь звонить. Вот вплоть до такого. То есть, ей очень нравится приглашать. И она без проблем это делает. То есть, у человека вообще нету никаких комплексов в этом. Вот. Ну, и что самое главное? После этого, после вот того, как они зарегистрировались, они попали еще на обучение в Турцию. То есть, вот это Павел и Надя. Да, дети ничего не боятся. Дети вообще у них нету комплексов, никаких. Поэтому это говорит о том, что это только в нашей голове все эти барьеры и комплексы. Вот. Вот они в Турции на обучение. Для них это тоже было очень такое значимое событие, потому что они посмотрели на компанию, на президента, получили тренинг, получили обучение. Они получили там значки Даймонда. Именно на самом мероприятии было признание на этой встрече для них. Ну, я думаю, что это было очень приятно, потому что там было в торжественной обстановке, это все красиво, значимо. Вот. То есть это было красивенько. Вот. То есть это, ну, хороший такой пример того, что когда люди принимают правильное решение, они начинают правильно двигаться, они начинают развиваться. Очень было для меня полезно посмотреть, как готовиться к вебинару Лариса, потому что это, ну, очень ответственное мероприятие было, как раз она проводила вебинар на всю компанию. Я видела, как она готовится, как ответственно подходит вообще к подготовке. Ну, это было просто ценным, очень для меня ценным опытом просто привести время рядом. Лариса, огромное тебе спасибо. Благодарю тебя. Хочу рассказать еще один момент по поводу того, как развивать, именно, ну, как мышление настраивать. Я не знаю, опять говорю, как это работает. Вот сейчас вы видите вот эту фотографию, где я сижу за макбуком. Когда-то я подумала, нет, не так, я вот эту фотографию сделала, как в качестве фотосессии для своей заставки на соцсети. Я пошла к профессиональному фотографу, она меня сфотографировала в разных позах, ну, я выбрала вот это, и она дала мне свой ноутбук, вот этот вот, макбук. И мне он очень понравился. Думаю, ну, это презентабельно, это красиво. Думаю, когда-нибудь я себе тоже, у меня тоже будет такой. Я не придала этому значения. Вот правда, совсем не придала. Я просто поставила на заставку. Поэтому, что означает зрительный образ, да, то есть, когда вот, например, был промоушен на круиз, я помню, в офисе пришли мы, и Лариса первым делом сказала, возьмите, говорит, покажите свои телефоны, вот, откройте ваши заставки. И она смотрела, у кого какие заставки, говорит, поставьте туда корабль, поставьте, чтобы у вас перед глазами была картинка. Вот, не знаю, как оно работает. Вот, поверьте мне, дорогие мои, поверьте, оно работает. Вот, я поставила эту заставку, я на нее смотрела полтора года. Сейчас я провожу с вами вебинар через макбук. Вот, я даже не думала о том, что это произойдет. Другой вопрос, другой вопрос, что это не мой макбук, это макбук моего мужа. И поэтому, когда мы говорим, правильно ставьте цели, то есть, если бы, вот, нужно проговаривать конкретно свой, мне там, какой-то конкретный, четкий, да, должны быть установки, четкие, да, вот, поэтому я уже теперь корректирую свои цели, то есть, конкретно, если я чего-то хочу, я обязательно четко проговариваю, каким образом я это хочу получить. Вот, ну и последнее, что я хотела бы сказать, что не проблема должна толкать вас в спину, а вперед вести мечты. Обязательно должна быть мечта. Как бы, что касается, вот я немножко, мало сказала по поводу приглашений, но я вам скажу, что приглашения будут, и они произойдут, если у вас будет правильная мотивация, да, то есть, ваши мечты будут, и если у вас не будет барьеров в ваших головах, если не будет вот этих вот блоков, которые будут мешать, потому что, как мне, говорит, моя партнер из Америки, говорит, она, говорит, я не пойму, говорит, у меня, говорит, на этом телефоне жаба сидит, она, говорит, такая большая, говорит, она мне не позволяет подойти к телефону. Единственное, что я могу ей сказать, что и всем вам должна быть такая сильная мечта, такое сильное желание достичь этой мечты, чтобы эта жаба, она даже, ну, не то чтобы упрыгала, чтобы там где-то же не появлялась вообще. Да, Надя, кажется, сделала промоушен и круиз. Ну, да, это тоже, как бы, большая благодарность вообще, вот, вообще, благодарность и Богу за это чудо, которое произошло, потому что, реально, я, ну, не знаю, как оно случилось, я много сделала усилий каких-то, прилагала, то есть я, вот, и благодарность Ларисе, то есть, если бы не эта поездка в Америку, этого бы не произошло, вот, поэтому, то есть это, вообще, ну, на круизе, я, конечно, еду только благодаря моим спонсорам, это большое-большое благословение, спасибо вообще Богу, это мой первый спонсор, и Ларисе, которая была моим вторым спонсором уже в компании, потому что я здесь развиваюсь, как бы, только вот, ну, благодаря тем людям, которые меня поддерживают и вдохновляют, я вижу их пример, поэтому пусть у вас будут большие мечты, большие мечты, вот, которые будут вас вести за собой, и тогда у вас все получится, может быть, когда-нибудь я проведу более, более практичный марафон, вебинар по приглашениям, потому что у меня тоже есть что сказать именно по приглашениям, немножко не успела, Заля вчера говорила, я, наверное, не знаю, что говорить, а теперь действительно оказывается слишком много всего наговорила, спасибо большое за внимание, благодарю всех, что вы пришли, послушали, мне было очень приятно, спасибо вам, да, все, до свидания. А, да, подождите, еще хотела сказать про завтрашний вебинар, что обязательно приходите, вы знаете, какая большая ценность слушать разных людей, потому что это опыт разный, это разные вообще практика, это разные результаты, и вы смотрите, и выбираете то, что близко вам, то, что вам подходит, вы можете брать от разных людей, комбинировать в свое и применять это на практике, и тогда у вас у всех появятся просто шикарные результаты в бизнесе, поэтому завтрашний вебинар будет проводить корпоративный директор Людмила Вильман, если я не ошибаюсь, я лично ее не знаю, но я очень с удовольствием ее послушаю, потому что это, ну, даже то, что она уже корпоративный директор, это тоже говорит о том, что она достигла уже уровня определенного, и у нее есть чему поучиться, поэтому обязательно приходите, обязательно слушайте, и самое главное, применяйте в жизни, применяйте в своей практике, и тогда в следующем вебинаре у вас будет опыт, которым вы сможете поделиться со своими партнерами, и не только. Все, благодарю всех, до свидания, приятно было с вами провести время, и за отклики благодарю.